Сегодня у нас тоже третье число, но на дворе уже ноябрь и два часа сегодняшнего эфира мы посвящаем матчу 24 тура Суперлиги между Локомотивом и Навбахором. Выходит у нас команды на поле, видим мы, пока капитаны определяют, кто же будет первым разыгрывать мяч, а я вам представлю судейскую бригаду сегодняшнего матча, обслуживают эту встречу и думаю, что сейчас нам покажут графику с составами. Да, действительно, перейдем к стартовому составу Локомотива. В воротах Абду Мавдон, Абду Жалилов номер первый, Мухаммад Ташпулатов, Этаме номер девятнадцатый. Сам Элбабаян в свою очередь выставил следующий состав у Навбахора в воротах, рядом с ним Йован Джокич и поехали. Разыграли мяч у нас гости, длинный заброс вперед сразу же последовал, где за мяч боролся Джоробоев. И здесь у нас нарушение правил, по-моему, снова Рашидханов, забегает партнер по флангу, подача штрафную, но здесь спокойно Юсупов. И есть свободное пространство, можно пробить! Хороший ведь удар был, кто это у нас пробивал? Было достаточно много свободного пространства перед ним. В принципе, правильно сделал, что удар нанес. Чем ответит Навбахор Андреев? Передача низом в штрафную не получилась. Тут у нас удар от Абдуманопова. Пришел на правый фланг. Смотрим, как мяч подлетел такой вот. Такая вот свечка. И локомотив выглядит... Не скажу, что опаснее, но как минимум более заряженным, возможно, на результат. Тут у нас передача Андреев. И что, не было офсайда? Добраться до мяча. И какая хорошая передача! Кто это у нас? Джумаев? Можно войти в штрафную и бить! Видимо, поехала нога. Действительно, там такой дерн с газоном. И, в принципе, правильно делал, что бил. И да, действительно, немного поехала нога. А можно было и попасть ведь так в дальний угол. Сабирджонов, Андреев. Подача. И наносит удар, что бил снова Искандеров. Несмотря на свой невысокий рост уже неоднократно таких вот столкновений, когда футболисты оказывались на газоне. Как, например, сейчас и... Первая желтая карточка. Посмотрим, кому досталось. Досталась Кадыркулову. Болезненный удар, действительно. Прямая нога. Попытка сыграть мяч, но... Попадает в область голеностопа. Интересно, какое решение примет Рахимбек Каримов. Там Бабаян. Рядышком с Рахимбеком Каримовым. Что у нас здесь? Показывает Вар. Нет, все. Желтая карточка. Первоначальная на данный момент. И... Начинаем второй тайм. Расположился на правом фланге. Туропов. Этамы оба такими кошачьими шагами, такими большими, пытаются все время набрать скорость. Тут у нас Туропов. Может быть, не такой длинноногий, но техничный! Так, кстати, вот тут не совсем видно, все-таки был офсайт или нет. Так вот, о чем я говорил. Видимо, не совсем доволен игрой, которую показал в первом тайме команда. Вперед в центр поля. Тут у нас Мумин Мелиев, как всегда, активный. Ой, и здесь какая ошибка! И можно наказывать! Нет, снова момент. Да, там в первых двух случаях был офсайт. Мы здесь. Кто это у нас? Да, по-моему, это... А нет, прошу прощения, не Кабилов это был, а... Но это после углового, который подает локомотив. И тут хороший момент, и можно было на добивании. Этамы. Кто же там так пробивал головой? По-моему, Кабилов там хватается за голову. Подавать можно? Нет, сыграли на коротке. Кадыркулов. И снова подача штрафной. Ой, штанга! И вот как вот можно сказать... Смотрим мы еще раз этот эпизод, кто у нас тут бил. Да, действительно, Кабилов бил. Выручил свою команду. Мяч и штрафной. А тут у нас... Бил уже Мелиев и попал в штангу. Вот так вот, два опасных момента в течение... Еще один повтор. Ну, совсем ведь рядом. Так вот, вспоминал я. Точнее, не вспоминал, а пытался выяснить, сколько результативных действий. Так, сейчас мы после этого момента расскажем. Можно наказывать! И 1-0! Открывают счет гости. Зоран Марушич, вышедший на замену, наказывает локомотив за очередную ошибку вблизи своих ворот. Идут его тут поздравлять. Так, Кабилов отдает передачу Абдуджалилову. Абдуджалилов на... Так, тут восьмой номер ошибся. Тушпулатов. Ну, можно же выбить. Зачем? И Кабилов мог выбить. И Абдуджалилов мог выбить. Просто подставили Тушпулатова, где там просто три соперника рядом. Бросить заново. На Бахору. Тут у нас кто? Сабирджонов? Нет, вот Сабирджонов ходит штрафную. И можно передачу давать. Да! Да, 2-0! А точнее, 0-2 в пользу гостей. Марушич, вышедший на замену. Самвел Бабаяну. Так, тут у нас, смотрим, доходит мяч до Искандерова. Тут Сабирджонов ходит штрафную. И никакого асайда в помине нет. Вколачивает мяч под перекладину Марушич. Ну что? О, дубль с выхода на замену. Так, тут у нас снова Джасур смещается под левую ногу. Можно пробить. Много жарганизмов таких футбольных. И за руку его тут Джокич прихватил. Ну, может быть, конечно, нарисал немного Камилов, но... Ну, скорее всего, да, Джасур. Джасур низом пытался пробить в угол, где был вратарь. И удар от ворот. Не получилось перехитрить. Кто-то его так по макушке погладил. Так, по-отечески. Или как старший брат младшего брата так хвалит за какую-то... Тут у нас... Ну, скоро уже будет, я думаю, свисток. Итаме все пытается что-то придумать. Передача на Мухторова. Мухторов навес. Удар. Своим футболистам дать какие-то указания на то, чтобы что-то улучшить. И звучит финальный свисток. Рахембек Каримов дает свисток о завершении встречи. Выигрывает Навбахор со счетом 2-0. Локомотив в гостях. В целом, все телеканалы МТРК. Матч от комитета для вас Николай Егорычев. Всего доброго. Продолжение следует...